так закончилась моя пытка вот гости с кемеровского телевидения переключились на питомника вода Сергея Железова не буду им мешать вот он должен рассказать как надо выращивать настоящие саженцы вот естественно на сеянцевых подвоях секреты эти я уже столько раз повторял самое интересное что вы это друзья мои слышите питомника вода не услышат никогда почему никогда они не откажутся от дешевок дешевка в лучшем смысле слова каждая почка в дело независимо хорошая или плохая вот и способ прививки почкой чтобы рана обязательно была прививка на подвои карликовые специальные выращенные из палки с прочими корнями и в результате еще десятки лет у нас не будет садов вот это вы видите наши гости собираются пошли в питомник вот это перед этим они сняли мои скромные знаете что творится я и Железова не узнаю свой любимый сорт амур вот очень два раза измельчал Артем два раза увеличился амур глоток кофе я еще не все деревья вам показал пойду еще покажу парочку вот я решил как самые мощные деревья они как раз амуры я их решил посадить помните я вам рассказывал как у жестовских я был только клетку открываешь и попадаешь под сень здоровенного абрикоса а мне не хватило мозгов так сделать вот наконец все таки догадался посадил вот а какие конечно мощные которые вот он амур ну и плоды приличные но что то у них уже краска другая я одурею ведь потом же скажут что это у тебя не амур амур который ближе к классическому но боженьки ты мой вот уже плодоукрупненная потом пах еще молоденькое дерево да первое плодношение сколько ему это раз это два три четвертый год посмотрите ну куда уже ну что это такое вот так вот я специально ладонь вот так прям на ладонь как бы положил ну что это такое заразе можно куда ты это увеличишься и расширяешься я подумал подумал то есть еще крупнее чем здесь конечно когда они вырастут они закроют тут пол неба здесь будет такой же рай как у жестовских которым я позавидовал что с самого начала растил мощные деревья но аж вон там аж то поближе к калитке нет и вот я сейчас эту ошибку исправляю и что хочу сказать еще расскажу закреплю сейчас мои съемки с моим участием телевидения кемеровского закончились на травилах на Сергея Железова пусть учат как садятся сеянцы как садятся саженцы прививаются и прочее что получается двухметровые саженцы за три месяца привитые в земли еще и в горшках которые сдерживают рост и а сам хочу все-таки закончить эту мысль а мысль простая очень простая но она нам в который дал бы дарвинизм она никогда не приходила в голову эта мысль вот сейчас вот эта кофе она вот такая в этом году кстати плоды мелкие даже иной раз было стыдно обо мне ходят такие легенды а тут вот 80 грамм а были за 100 но ничего смотрите сюда в этом году все поперемешалось мне сейчас вот сидит мой помощник Андрей и родственники помощник вот и он собирал под каждого дерева вот это вот отдельно отдельно и когда я был уже перед самой камерой не могу вспомнить понять да что ж это такое вот это же Андрей Артем а нет Серафим ой какой вот видишь даже я сходу хорошо это запомнил ну что же это за мелочь то такая вот так же есть удачи манджурца переделал из а самый мелкий то уже куда то делся гости куда то дели вот но все равно а нет сейчас сейчас вот я и взял это манджурец гибридный а посмотрите на отца родного вот они в ведрах смотрите чувствуете разницу как я улучшил да вот без всякой этой самой ГМО без всякой химии в общем без переделки генома это просто гибридный далее что хочу сказать вам вся вот это вот весь успех того что не замерзает роскошная абрикоса вот они королевские и и академики почему не замерзают вот крамольнейшая мысль невыносимая мысль для тех кто пытался ну в общем я пока заработал только прозвище сейчас вспомню как она ой не фантазер как же мне Курдюмов то не он назвал а он сказал что меня тоже могут посчитать шарлатаном раз он меня поддерживает вот то есть получается шарлатан раз вот а попробуй одни добейся другого прозвища если я утверждаю следующее еще не было людей на планете не было ни одного человека а вот это все уже было и еще больше еще крупней вот потом катаклизмы и смотрите это мы снимали с телевидением я эту градацию повторяю мельче 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 ну еще такие же такие же мельче 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 то есть процесс был обратный не мы улучшали породу не мы мы ее не улучшали до того чтобы выжить эти в частности мы же абрикосы говорим они деградировали до вот такого состояния и даже до такого состояния вот это на мои наблюдения вот видите мелочь пузатая вот эти наблюдения привели меня к мысли это средненькие что их можно вернуть их состояние этими же прививками селекция с помощью перекрасного пыления себя и жила потому что здесь север только за счет ухудшения качеств качество которое вы видите это скромный сорт это амур качество которое вы видите вот он с носиком вот ну краснеть не стал но это одна из разновидностей еще один как бы амур так вот укропнение возвращение этих качеств изначальных качеств присущих им миллион летней давности это только прививки вот и закрепление этих свойств вот так друзья мои прививки были сделаны на манжурские абрикосы повторяюсь но меня же никто не слышит я получается каждый это расцвет кукаряков не слышат кукаряков не слышат год за годом не слышат уже счет на десятилетие пошел что стране не нужны абрикосы подвой так и привой видели там есть в 2 раза больше просто меня замучило кемельское телевидение я уже туда не могу идти а нет пойдем но уже не очередной расслабоваться на 80 граммовый абрикос вот ну максимум тянут на 90 а вот ладно еще маленько есть после ураганного ветра сейчас я хочу показать вам питомник последнее падает ну-ка что тут такое вот такие вот мне 80 грамм на том дереве сейчас еще да все это жалею что год не тот о нашел вот это уже 90 и сейчас у меня уже спина болит вот они вот они вот они и одно из моих открытий смотрите внимательно итак это как бы кажется что на одном дереве это действительно так как бы на одном дереве он они роскошные абрикосы и тут же два-три раза меньше но разве это сейчас сорву а вот они лежат подвоенные смотрите видите как удалось манжурские абрикосы увеличить да вот депутативная гибридизация наоборот то есть отнизу пошли вот эти дикари и дали вот такие плоды так еще раз повторяю еще раз и мне приходится повторяться кто-то уже кому-то надоел а посмотрите какие они хорошенькие они сладкие все и это назвал обратно нет не так селекция наоборот за что меня ненавидят говорят что какой же ты селекционер ты же металлург нет не так ты какой-то металлург хотя не какой-то о вот они Андрей смотри вон они все-таки дожил до 100 граммов сейчас так а что же мы будем делать ой-ой-ой надо показать все-таки еще не уехал из Кузбасса телевидение да я знаю ну-ка ну-ка вот они 100 граммов на фоне яркого неба что-то мне кажется они не видны и посмотрите какие довольно крупные подвойные манжурские абрикосы стали какими крупными ну ну пожалуйста поверьте мне хотя бы здесь это не шутки чтобы вот такие вот огромные абрикосы имеющие не так чтобы этот самый ой геном такой не показывал влияние на манжурский абрикос и не увеличил ну какие еще доказательства нужны вы понимаете друзья от этого все будущее зависит все будущее зависит от этого ну ладно еще часть будущего что-то хотел спросить какие у соседей это манжурский амурский нет амурсенцев вот так и писать манжурский амурсенцев дальше чтобы ошибки не было я вернусь подпишем ладно я сейчас на несколько минут потому что там это я соседям чего только не насадил я могу и перепутать сейчас я я знаю другое дело что это был 1985 год я могу и не вспомнить перепутать так ну вот а что у нас ребята в рюкзаках еще один этот имеет нос раз имеет нос значит я его еще культивом не называю это все еще переходная модель вот от абрикоса академик абрикоса кордю еще плоды маленько остались знаете хотите хохму вот когда я вижу как себя ведут мужики вот не все но скажем некоторые я вспоминаю свою любимую хохму что такое мужчина это переходная модель между обезьяной и женщиной вот а вот это вот абрикос который часть упала это абрикос под названием Артем вот и мы его собираем собираем собрать не можем а попробуйте собрать смотрите сюда вот вы видели если бы не было листой вы бы увидели что тут творится ну вот пойду теперь посмотрю как мучает Сергей Валерьевич телевидение из Кемерово это питомник это ужас здесь 98% деревьев однолетки то есть какие однолетки трехмесячные трехмесячные вот мы сейчас с вами посмотрим что он тут им говорит добрый день друзья зрители сегодня сказал телезрители вы сейчас находитесь в моем саду вот он так выглядит зимой сегодня у нас какой это словно сегодня 27 ноября вот на календаре осень у нас уже морозы прошли сейчас потепление утром было минус 7 всего лишь снега как всегда нет ну вот показываю сколько снега смотрите до шнурков только это я показываю свои ноги до шнурков теперь так значит это особый случай у меня в гостях самые уважаемые люди сабаканы вот уважаемые в плане садоводства что особенно важно учитывая что садоводство у нас загонит что слово ботаник друзья мои стало каким нарицательным означает сами знаете что нет это вы так считаете итак друзья мои представляю своих гостей поверьте я же Элизов утверждаю что такие гости ко мне приезжают не часто исключение Дускобилов я сам его представлю значит перед вами Турсун Полот Дускобилов человек который наверное я хотел сказать лучший специалист из ученых он кандидат наук институт аграрных проблем Абакан сейчас вроде бы же на пенсии да вот но тем не менее от этого он степени ученых не потерял авторитет не потерял 75 лет я не ошибся 75 он по прежнему мой гость он ездит он узнает новое он изучает это человек фанатик вот смотрите перед вами извините что я вам в лицо говорю такие высокие слова и он уже не лучший специалист из ученого мира он наверное единственный специалист из ученого мира который знает все вот а для меня это честь почему раз он приехал ко мне значит я где-то там чего-то тоже стою и я вынужден так сказать с гордостью слово вынуждение подошло с гордостью сказать что в гостях у меня еще представители высокой науки но так как я знаю пока одно имя Степан больше он не представлялся я пожалуйста полностью имя отчество фамилию должность ведущий агроном по защите растений тут Степан Александрович работаю в филиале Россельхозцентра по республике Хакасия вот также являюсь аспирантом моя тема будет погрушей защищаться в ближайшее время планирую защищаться может быть даже буду тоже кандидатом сельскохозяйственных наук ага здорово вы знаете вы приехали с Турсоном для меня и вдруг оказывается что у вас все такое громкое звание да вы еще и будущий кандидат наук я вам подарю пару сортов груш хотите в виде черенков те которых тут нет ни у кого идет так ладно теперь значит дело в чем когда мы с вами я вынужден об этом сказать это очень важно когда мы с вами ехали потому что это касается сегодняшней темы черенки нарезать это целая наука я вынужден начать издаля вы только пожалуйста если вам эта тема не интересна но как получилось когда вы сказали назвали свою организацию у меня дрогнуло сердце потом я уточнил слово надзор нет оказывается это разные вещи это другая Россельхознадзор я был шокирован я был возмущен когда показывали ролик я сейчас детали не буду не раскрываю ни фамилию нигде это даже город не называю хотя в ролике все это есть там значит демонстрировал саженцы продажные доктор наук вот занимался бы он чистой наукой но явно что это была рекламная передача явно показали огромное количество саженцев саженцы на мой взгляд абсолютно неполноценны в детали вдаваться не буду меня возмутило другое меня возмутило то господа ученые что рядом стоял человек из Россельхознадзора с погонами и держал такой же неполноценный саженец он молчал все десятки минут а доктор наук красиво рассказывал что все это соответствует этим самым стандартам вот а на мой взгляд стандарты как бы они уже устарели или может они уже новые может это еще те советские я не знаю но передо мной были неполноценные саженцы одно из проблем которым это было связано касалось того что они привиты и я сейчас не буду вдаваться ролик который вы не видели я вам просто покажу как я заготавливаю чернки вот и за то что вы со мной поучаствовали в этом а это касается не только нас будущих а их тысячи и тысячи зрителей и благодарны за это эти же чернки вам и подарю вот и так внимание друзья дело в том что как получается я не заношусь перед вами у вас в Абакане холодней и вам вырастить это чудо почти невозможно вот 200 метров река вон за этими тополями так вот по дороге мы с вами рассуждали что Енисей греет здесь микрозона но если я сейчас вам подарю вот эти черенки с персика неукровного сенцевого это значит что у вас есть шанс когда когда вы его привьете на супермарстокий подвой где подвой самый супермарстокий в Сибири то что подтвердите что у меня согласны но вы меня знаете 20 лет и 20 лет мы дружим вот я горжусь этим потому что вы единственный а нет еще БКО Татьяна Николаевна вот да вот это двое на всю Россию ну а с Москвой прогнали с трибуны ну что делать вы то не прогоните нет и так ребята то есть ой извините не ребята а и так ученые мужи сейчас мы с вами будем отрезать я передаю вам камеру так вот через 9 минут она сама собой выключится надо следить а вот и так Турсун что мы видим вот это вот вы не поверите это из Минусинска в Минусинске живет уникальный стадовод Александр Алексеевич Якунин 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 так значит он мне однажды привез сеянцы некуда девать я их взял посадил нехотя и что получилось полина погибла и что а остальные плодоносят не должно быть этого непривитые сеянцы а он сам укрывал а у меня потеплеет чуть-чуть чем Минусинске ну уж на градус на два он правда утверждает что у Минусинске наоборот холоднее вот и там якобы его зоне 40 градусов морозов не бывает а мы с вами вспоминали Синаика уникального садовода Сминусинска а вот что интересно да вот я говорю в камеру для всех говорят а у меня в Иркутске будет а у меня это самое и чуть ли не до Северного полюса еще не дошли дачи но Северный Сахалин леса тундра Салихард уже оттуда пишут ну дачу построят там где-то и все равно лет это два месяца и все равно хотят что-то иметь я в таких случаях говорю как есть микрозоны есть вот Синаика он молодец он раньше меня еще печатался я говорю Минусинск умудрился разделить Минусинск на 5 зон это же как надо изучить да вот здесь ничего не растет вот здесь чего-то растет а вот здесь уже полукультурка вот здесь культурка а здесь уже и персики вот значит нашел же он такие места ну детали я не буду говорить я говорю можно создать тепловую подушку по железу но это уже потом я главное хочу сказать вот если все-таки шансы для абаканцев для вас будет микрозона нарезал серенки привили на моей же моростойке подвое а я поделюсь и пожалуйста вот утеплять не утеплять уже вопрос другой вот если завтра минус 50 если завтра война как песни поется ну что тут сделаешь вот но я не это не подходил клянусь богом я не подходил ни с какой тряпкой ни с чем итак начинаю нарезку так самое обидное что я это я специально говорю чтобы вы мои нудности не удивлялись самое обидное то что часто стоит только отрезать веточку и начинает гибнуть все дерево я таких случаев знаю сотни и вот это вот бесконечная мольба с печати пожалуйста режьте каждый год иначе у вас урожай не будет чушь собачья не режьте каждый год вообще не режьте вынужденная мера выбираю лучше что такое лучший саженник чернок самый развитый правильно почему если почка то есть если ветка выше всех выросла она самая-самая выбираем вместе выбираем ну тут отличных много ну например ну надо еще чтобы видно было значит так приглядел вот это смотрите друзья это я не вам вы-то все знаете мы с вами давно дружим а для простых людей раз-два-три примерно вот две почки бывает три они спящие их задача как подошел олень отгрыз ветку ветер там раз мокрый снег урожай надломил ветку и тогда вот эти просыпаются они не полноценные так но мне нужно чтобы после моей отрезки продолжал развиваться дерево значит условно считаю две нижние я считаю спящими они после того когда отрежу начнут развиваться так но мне еще нужна мощная почка которая остается вот это остается а почему не здесь отрезаю почему не здесь сейчас объясню режу 45 градусов наискосок так чтобы даже пенька не осталось видели вот чуть позже мы замажем и я объясню что и для чего теперь смотрите на эту веточку значит на этой веточке Турсун пожалуйста не обижайтесь вы все знаете ну просто я а вы как бы аудиторию представляете мне удобно говорить в глаза смотрите друзья вот эта веточка да значит там на развитии осталось две почки спящие и одна которая даст побег теперь здесь взять эту ветку если взять литературу чаще всего упоминается что надо брать черенок с середины ветки например неправильно вот не было бы здесь такого сада если бы я не брал самый низ да вот эта почка может попасть под срез длинный узкий я предпочитаю в идеале лучшую капулировку хотя не навязываю к другим есть разные способы но для меня идеальная лучшая капулировка получается и вот эти две почки вот здесь потом когда я буду прививать вот так отрежу опять наискосок не оставляя пенечка вот так может видно не видно это уже когда будет сам момент прививки вот и когда близко получается наоборот нет резкости и так вот это попадет под срез вот эти две на развитие теперь это самый ценный черенок он родился только весна пришла вот как тот лунтик или как он там я родился так вот теперь прошло время уже в мае июне вот эта часть родилась еще годится но уже все-таки есть один черенок вот он самый ценный после него вот этот но допустим одна единственная бесценная веточка берете вот это вот ну обычно одна почка попадает под косой стресс еще плюс две и так где-то здесь вот это я выбрасываю а это как раз рассылается по всей стране поэтому нет садов вот эта часть знаете вот тут допустим это можно привить завязываются плоды но в несколько раз мельче и год-два-три умирает об этом никто не догадывается когда вам пришлют вы радуетесь вот эту часть отрезали все сохранили себе будущее урожая будущее ветки это все неправильно в данном случае я своему лучшему другу турсунпулоту ветку самую полноценную отдаю выбрал самую длинную ну по возможности практически самую длинную вот и так я вам вручаю веточку значит я его назвал есть такой выдающий садовод Бродский Юрий Васильевич да Дальний Восток вот он мой друг и я слава Богу живой слава Богу пережил операции чудом выжил и можно так сказать вот внес огромный вклад я считаю в российское садоводство не признан наукой но это уже мелочи это естественно вернее это естественно для самородков вот и в честь его вот эти вот так как я получил с него несколько урожаев у меня есть фотография зафиксирована вот это сеянцы я назвал сорт я не имею права называть нет госреестра нет испытаний нет ничего я назвал сортообразец имею право сортообразец Бродский и когда будет фильм монтирован я возьму и фотографии в этот фильм ставлю вот и теперь чтобы уже закончить вот вручаю торжественно как уникальную вещь да и еще есть хорошо что у меня много друзей таких как вы в Челябинске живет Далматов Валерий Александрович так его произведение лак мастика для залечивания ран при растрескивании коры а также для закрашивания срезов при обрезке плодовых растений отпугивает грызунов мышей крыс ну и так далее вот покупайте друзья мои вот смотрите сегодня минус 7 жара вот руки голые не мерзнут недавно было минус 30 какие руки и получается как именно для такой хорошо придумано не могу я садовым варом твердым как камень замазывать зимой ран а Сергея он режет ему надо тысячу серенков так тысячу ран вот я беру благословляю своего друга это самое своего друга Далматова так и вот эту рану залечиваю так теперь вот рядом стоит второй представитель науки вы нас снимаете Степан очень слакать зовут Александр Степан Александрович вот веточку срезать да вот это будет гонорар за участие в этом хорошо я вам срежу веточку не хуже хотите снимать хотите нет конечно надо снять принцип один самая развитая ветка вот не так как учат там это самое с южной стороны с западной стороны самая развитая ветка должна быть вот и самое главное тщательный этот самый вот тщательный вот видите любой пенечек вот любой пенечек над ранкой над то есть и так любая ранка в виде пенечка над почкой вот допустим я бы взял и вот тут вот и вот это бы росло дальше или это будущий саженец вот так небрежно все начинается угасание во многих случаях попадает инфекция попадает мороз ой это очень плохо это очень плохо вот кстати видите вот профессионал вот срабатывают руки уже замазывают здорово так сейчас значит что-то важное все сказать и мы прервем съемку вот так а потом пойдем просто я буду водить по саду и вам резать самые уникальные вещи веточка 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 я надеюсь что это самое когда-то это все расползется по всей стране так ну друзья благодарю за внимание нет нет еще мне все кажется что я что-то важное забыл сказать да это же учебный фильм поймите Александр еще значит так получается время нарезки вы видели вон листья до сих пор на многих деревьях даже не подхожу даже не подхожу вот косточку сбросили так яблони груши если листья висят значит никаких обдираний листьев просто жду может быть нового года придется ждать но жду вот еще такой момент самое раннее это вот в этом году на месяц пришла зима раньше согласны из-за этого кстати листья-то многие деревья не смогли сбросить и тогда пришлось ждать ждать но когда мы дождались морозов до 30 после этого сейчас потепление комфортно работать можно резать деревья я не говорю что полностью спят они полностью никогда не спят но относительно спят уже можно срезать и оно сейчас как бы анестезия у него они сейчас не чувствуют боли вот весной они это смогут хоть как-то зарастить рано но вынужден сказать это вынуждено осенняя обрезка зимняя обрезка те кто рекомендует это враги садов этого делать нельзя и это только вынужденная мера еще раз говорю после первых сильных морозов тогда наступает анестезия и можно хотя бы надеяться что деревья безболезные принесут и вот этот черенок он напитается полностью уже заложат как мало сахара все у него в полном объеме он сможет максимально не он а дерево когда оно же не знало что мы отрежем его что это дерево максимально подготовил к зиме и этот черенок отрезанный весной будет вполне полноценный вот теперь постоянно вот оно везде а вот зачем это надо надо резать весной а риск то какой нет согласен некоторые переносят с одного на другой говорят у меня высокая приживаемость у меня у меня в гостевой я вынужден подчеркнуть момент их много моя гостевая сегодня какое вам сказать 27 вот допустим за 26-27 ноября кто-то увидит что а я то режу весной вот и у меня получилось там ну примерно 90% а вот железо в серенке получил они естественно зиму у него пролежали видимо все-таки как-то лежка не очень комфортно получил 50% приживаемость и призывает всех резать весной извините Сибирь где гарантия что вот это вот весной будет полноценной ветки где гарантия при наших сибирских этих а иной год когда даст мороз 140 вот я не говорю что они погибнут нет но подмерзание может быть такое что просто нечего будет привать поэтому призыв этот хороший человек живет видимо более комфортных условиях для Сибирякова для Северной России заготовка ноябрь-декабрь после первых сильных морозов ну вот теперь вроде все сказал мы сейчас находимся в саду у Сергея Валерьевича в нашем саду но Сергей Валерьевич Железов хозяин этого питомника я уже к нему отношения не имею вот сейчас идет процесс так скажем вот это его работа я сюда не лезу ничего комментировать не буду когда придет время он будет зачем я вам сюда привел вот дело в том что это питомник тире качущий питомник тире маточный сад как он получается а я уже рассказывал получается так значит однолетние растения вы видите они такие вырастают яблони поменьше абрикосы крупнее жалко нет надо показать все таки сейчас пойдемте я вам покажу абрикосы однолетние вы не поверите что они однолетние вот кстати перед вами двухлетний абрикос легкая промашка Сергея Валерьевича вот это двухлетний да это без шуток вы не думайте что если вот это вот вырастает он как бы каждый год он дает скелет видите не просто одну ветку а еще и скелет вот и он самое смешное он посаживает такой горшок и промашка в чем заключается если вот это уже сменились видите здесь были выкопаны проданы горшки все путем подсажены это яблони заметьте у меня один из вопросов был это самое а вы по двое тоже режете заранее режу лучше приживутся вот они это я и вам говорю и тех кто смотрит меня по интернету да самый смысл я к чему говорю осень я показывал так что я показал что за один год они вырастают вот такими вот такими вот они умудряются как-то расти-расти а потом сразу переходит в куст в дерево вот причем привитые я сейчас о привитых говорю вот это еще маленький побольше и вот такие вот сейчас я пройду по этому потом объясню о чем речь идет вот этот ряд уже несколько раз фильм показывал но раз у меня гости и причем как я понимаю вот вы да Сергей и вы это будущий большой промышленный сад смысл разговора сейчас поймете значит мне пишут и говорят у меня 10 гектар 50 гектар 200 гектар и хотят сразу заложить промышленный сад не умея ничего это раз не имея материала два я говорю если бы у вас было бы когда-нибудь 10 гектар а пока 10 соток то начинать надо вот так вот видите вот это 10 соток вот этот кусочек сада да вот я поднял повыше вот это уже маточный сад это бывший питомник получилось как здесь росли так же густо вот вот так же густо продавал продавал росли рядами а лучшие из лучших оставались навсегда ну получилось перемешку яблони, груши, абрикосы, сливы вплоть до перчиков все это перемешку почему потому что вот так же было по рядам вот видите тут ряд был абрикос вот это ряд слив вот они сливы вот там уже замена горшков пошла там уже продано И вот тут вот, где вы видите сад, которому, ну вот этому саду лет 12, этому участку, так, он стал маточным каким образом? Значит, лучи из лучих остались навсегда, недостаток, что вишня растет рядом с яблоней, тут же роскошный абрикос фаина, вот, и так далее. Это недостаток, но та же, как тут, все в перемешку. Но преимущество какое? Лучи остались навсегда, они не умирают, они не болеют, они каждый год дают предельный урожай, за редкие годы, помните 2009 год, вот, сады померзли, но я только без урожая остался, сад-то цел, видите? И вот будущее вот этого участка, так, значит, он остается питомником, то есть, вот здесь были выкопаны, проданы прямо в горшках, что-то осталось еще, слив они всегда помельче, вот они, у них корневая слабее. Вот подсажены яблони, вот эти однолетки весной будут проданы, вот они мощные, некоторые достигают высоты двух с половиной метров. И год пропущен, и вот это вот дерево, обратите внимание, ему всего лишний год поросло, и оно становится, видите, веточки прекрасные, оно становится маточным садом. То есть, с него уже еще питомник, а уже берутся черенки, так, проходит время, так, и маточный сад, вот как тут, выдавливает питомник, уже там, где там посадишь, уже сплошная тень, постепенно выдавливает, вот как здесь, сейчас я еще сюда подведу. Самое интересное, вот эти абрикосы, а им всего привиты были прошлой весной, значит, им два года только исполнится, следующей весной, два года будет, пока им еще двух нет. Они уже немножко плодоносили, уже на них было по несколько ягодок, вы видели в предыдущих фильмах. И обратите внимание на этот лес черенков, поняли? Вот он уже маточный сад, а ему еще двух лет нет. Вот, и самое главное, я вам сейчас скажу специально для ученых, которые сильно грамотные, у меня до их грамотности далеко, но скажу кощунственную вещь, ребята. Значит так, по Мичурину черенки надо брать с тех взрослых деревьев. Обратите внимание, пройдите, ни одного не взял. Есть такое понятие, расшатанная наследственность. Дело в том, что мне стало скучно, если плоды 50 грамм, и я хочу получить 50, надо делать все по Мичурину. Сейчас не буду подробнее рассказывать, а по железу это означает, несколько агроприемов особых, никаких секретов, прививка только у земли. Специально сразу говорю, а это касается и будущих, мне тоже захочется чудеса творить, вместо 50-го граммов иметь. Вот, получается, повторяю, секрет всему свету, это Нобелевская премия, ну забывает вручить, ну как-то, вот, ну забывает, каждый год забывает. Так вот, прививка только у земли, так. Так, прививка черенок, вот эта часть, вот эта часть, только нижняя, так, вот. Потом, несколько поколений, вы думаете, сколько тут поколений, если вот, как получается, вот этому дереву два года не исполнилось, как бы вам не показалось это странным, так, вот. Вот, а оно имело, тоже с такого молодого дерева, третий, последний палец загибаю, только молодежь, расшатанная населенность только у молодежи. Вот, и получаются такие чудеса, что, итак, больше у меня амуров нет, больше у меня серафимов нет, я веточку серафима отрезал, все я сказал, это не серафима, черти что. Ну, по крайней мере, красивее, плоды такие же по размеру, но красивее, аж розовые, да, вот. Больше у меня академика нет, но, вру, на некоторых академик сохранился, других он стал круглый, пришлось назвать курдюмом. Вишня, черешня, черешня, вишня, в общем, держатся только что. Да, саппортом получились некоторые эти, а, в принципе, яблони держатся, груши держатся, какие они должны быть, косточковые, все. Больше их не узнать, с чем можете меня поздравить, вот. И надо это или не надо, расшатывать наследственность, надо или не надо фактически уничтожать сорта. Ну, а чего там маленький садик, если вокруг тысячи миллионов садов, и там все по-старому, да? То есть сорта, как они были, так они есть. Вот. Но, надо ли, можно ли этот процесс взять в свои руки, то есть каким-то образом не просто управлять, а сознательно, оказывается, невозможно. Вот. То есть, еще пару слов скажу, а там можете бить меня, раз вы это, у вас классическое образование, еще пару слов скажу. Итак, я железо утверждаю, вегетативный гибрид, а мы с вами срезали вот это все вегетативные гибриды, вот. Особенно, подчеркиваю, только косточки я имею в виду. Вегетативные гибриды – это реальность, чтобы там в институтах не изучали. Вот. Это реальность. Законы Менделя на севере, в Сибири не действуют, потому что здесь деревья выживают, они живут, а выживают. А выживают, помните, сильнейшие, значит, законы Менделя не соблюдаются. Это ладно, но самое интересное, что вегетативные гибриды, вот он во всей красе, вот он в моем саду, вот 200 фильмов, все есть, но не повторяются. Вот он взял ветки, он посмотрел мои фильмы, да, вот я ему срезал, я все сказал, 100-граммовый абрикос, правильно, тут есть веточка? Да-да. 100-граммовый абрикосов. Какой он будет, никто не знает. Вот это я тебе хочу сказать, но в этом загадка, в этом весь интерес. Вот, иначе бы и Сергея здесь бы не было в качестве моего гостя. Ну и последний сюжет на сегодня. Турсон Доскобева попросил меня на обратном пути забросить в деревню Сизая, где он обнаружил интересный сорт абрикоса. Вот, понятия не имею, куда иду, я считал, что в СИЗО я знаю все, тем более, что по словам того же Турсона, половину, с кем он общался, говорят, что это вырученные саженцы в Железово. Здравствуйте. Так, вы меня знаете? Нет, не знаю. Нет, не знаю. Какое горе. А Турсун говорит, что все меня знают. А, наслышано? Наслышано, конечно. Видите, она не знакома, так-то наслышано. Так, давайте так, я в данном случае шофер, я понятия не имею, зачем Турсун, это ученый из Абакана, кандидатного, кстати, а то подумайте, что кто-то там пришел к вам просто так. Да, я знаю, маленько, кто что слышал. Он сказал, что вы познакомились на рынке, да? На рынке. И, наверное, я догадываюсь, вы торговали чем-то необычным. Абрикосом. Абрикосом. Показался ему необычным. И, естественно, что я тоже имею некоторое отношение к абрикосам. Я бы хотел поучаствовать как бы в экспедиции. Ну что, показывайте. То есть я ни при чем, я просто съемщик. Меня всегда интересует происхождение. Да, деревья не приготовились. Вот они, яблони. Вот. Так, давайте так. Я как исследователь, фактически следователь. Я в таких случаях говорю, смотреть в глаза. Итак, где вы его взяли? Отец его привил. Сам. Где брал черенки? Не знаю. Где брал подбой? А он из тех, того поколения, которое создало славу нашему региону. Да. Вот. Турсон полуодускобил лучше всех знает. Вот. С того поколения. Правда, некоторых уже похоронили. Да. Вот. Ну, в общем, это здорово. А как была фамилия отца? Скрыль. Скрыль. Так. Надо записать. Если вы будете заниматься этим сортом, то получается, уже будет как форма, скрылья, сортовый, скрылья. Правильно? Так. Так, теперь. Ну, я как самостоятельный человек, я хотел вас спросить. Чем заинтересовал этот абрикос, когда вы торговали плодами, да? На рынке. Он крупный и как бы, да, это, как сказать. С румянцем. Ага, с румянцем, да. С румянцем. Ну, вообще абрикосы с румянцем – это редкость. Ну, да. Обычно это, вот, сразу приходят на ум краснощеки, сын краснощекова. А так они обычно одинаковые все – желтые, оранжевые, красные. Ну, как правило, краска ровная. А это вот такой он, да, краснощеки, да. Ну, это не значит, что это сор краснощеки. Как сказали, фамилия. Скрыль. Владимир Васильевич. Скрыль Владимир Васильевич. Вот благодаря таким, вот, я, ну, я смотрю, это, конечно… Да, он привела. Да, привет. Сколько ему примерно лет, абрикоса? Он молодой. Да, это он умер, у нас 6 лет как нету. Ну, вот… Ну, ему лет 7-8. Ну, да, так где-то. Так, ну, где же он брал-то? Вот жалко я теперь… А у вас фотографии не сохранилось, да? Кого? Фотографии именно плодов. Да, нет, конечно. Нету, жалко. Да, я не фотографии. А сколько примерно, это, вы-то, Турсун-Луся знаете, сколько примерно грамм? Около 50. 50, да? Вот такие вот они, такие. 50, ну, он лучше разбирается. Понимаешь, мы будем считать 50. Значит, чем оно хорошо? У вас участок чуть подальше, вот там до Ленисея, прям тот крайний ряд. Там легче они сохраняются от зимних, от этих, от оттепелей, то есть не зимних, весенних оттепелей, весенние заморозки. А вы подальше, у вас вот уже почти под горой. Значит, он представляет собой интерес, как наиболее морозостойкий сортообразец. А скажите, пожалуйста, сколько вы собрали в этом году, был рожайный год, сколько было ветер на нем? Ну, я даже не знаю. Ну, примерно. Три, пять, восемь. Да, где-то ветер шесть, семь. Ветер шесть, семь. Для семилетнего это здорово. Так, а тогда уже, раз уж я забрался к вам наглую, это они ученые, они к вам приехали. Так вот, скажите мне, Железово, что еще интересно у вас есть? Мне же вот этот вот, ну не саженец, вот это дерево мне глаз режет. Вот. Я смотрю, молодой абрикос, а кто его уже успел обрезать? Я. Зачем? Я читала, что нужно подорвать, чтобы они... Руки у вас... Да. Надо их обрубить, ну ладно, живите пока. Но если еще в следующий раз специально приеду к вам, адрес я запомнил, и если я увижу, что вы обрезали, я вам руки обрежу. Я не шучу, я единственный защитник этих деревьев, которые... Я просто поражаю, я же думал, на черенки взяли. Ну, вы еще... А когда резали? Еще поди перед зимой? Да. И пусть теперь на морозе, пусть теперь на мороз туда лезет. Вы же деревья убиваете. А кто вас научил-то, вы читали? Где-то я читала. Так, вы все где-то читали. Это же ужас какой-то. А когда надо? Вообще нельзя... Да вообще, вот он растет, смотрите, вот это вот, вы умудрились половину искалечить. Вот он растет, да. Вот. Чем вам эти ветки помешали? Вот они, плоды, смотрите, будущее. Вот они, цветочные почки, плодовые. Ну, я читала, что они вот в длину едут. Ну, и пусть тебе лезут, вам-то чего? А когда их обрезаешь, они здесь вот кучкуются. А зачем вам, чтобы здесь, у вас так тесно? У вас в два метра, да, вот два с половиной метра. Два метра, да, это огромные яблони. Вы меня не поняли кучковаться, чтобы вот тут эти поросли были. А зачем? Ну, чтобы плоды здесь... Так они и так будут. Вот они, вот они. Вы знаете, вы меня извините, может, я грубовато, но у меня давление скачет. Я вас, извините, я вас использую как это, извините, как экспонат. Нельзя этого делать, ну, просто это... Я поняла, что это же благо мне, просто я не знала. Обижаться не будете? Нет. Мне такие примеры нужны, хотя лучше бы их не было. Ну, разве можно было это делать? Ой. Ну, теперь не буду. Хорошо, вы до этих не добрались. Вот же, прекрасные деревья. Великолепные. Вот. Вот это слива. Да, я вижу, что это слива. Кстати, что за слива? Там от земли понятно, это поросль, вон уже лезет, корневая. А вот это вот, что за слива? Знаете, не знаю, слива. Слива крупная, хорошая, сладкая. Ну, я вижу, что это культурная слива. Крупная, хорошая, сладкая. Все приметы. Ну, ладно. Так, кто вот эти саженцы садил? Ой, вот вам, ой. Кто садил эти саженцы? Ну, я. Ну, вы где брали? А это, по-моему, удичка у нас, так вот. Так, да. А вот это я брала в эти, вот это брала в этом питомнике, в этом. В каком? В Субботино. В Субботино? Ну, слава Богу, Субботино, это хороший питомник. Он единственный путний питомник в окрестностях. Так, вот этому дереву 100 лет, я в шутя говорю, но на самом деле ему 30-40 лет. О, Боже. О, Боже. Это нынче, оно не выдержало, если это абрикоз был. Нет, меньше лет. Вон они кольца. А он так быстро у вас рос, рос, рос. А почему вы его спилили? Потому что это погиб. Просто погиб? Просто погиб. Ну, вроде погиб от старости, а количеств-то годовых мало. Странно. Да. Я думал, тут действительно 30-40 лет, а он молодой. Он молодой, знаете, мы эту усадьбу купили. А, купили, вы не знаете. Мы ее купили, и было очень много здесь абрикоз. Наверное, все деревья 7 или 8. И мы попользовались всего 2 года, и они все у нас погибли. Так, ну это не годится. А вы сами не подходили с секатором, с пилой? Нет, нет, нет. Тогда я и такая еще нагло не была. Ладно. Так, скажите, как вас зовут? Люда меня зовут. Люда, Людмила, пожалуйста, пустите меня в следующую осенью. Ради Бога. Нет, правда, а то запомните, что я вас сейчас ругал за эту за обрезку. И скажите, пошли. И вот это самое, и вот поросли, да, пошли. А самое интересное, поросли-то культурные. Культурные, да? Да, вот смотрите. Лезет из-под самой земли. Может, он был корнесобственным. Мне это тоже интересно. Я уверен, что Турсуну интересно. Он же не зря тут. Вот, ну смотрите Турсун. Культурный абрикос и похоже сеяние. Смотрите. Ветка лезет буквально из земли. Вон. Видите? За ним последить бы. Ой, господи, какие наши годы. Ну, Людмила, ну это самое. А у меня еще там яблоко тоже. Была, знаете, канадская мельба. Мельба? Да, такая вкусная. А потом, знаете, тоже пропала. И она быстро вон выросла дерево. И за один год, да. И она стала у меня плодоносить. А яблоки вот стали богатырь, что ли, вот. Почему так? А была мельба? Я в саму крышу еду. Я сам кучу сортов попортил. Дело в том, что она молодая довольно. А что-то не видно, чтобы она погибала. Где хоть пень? Вон, вон, вон. А, покажите еще раз. За этой. Где? А, аж там. А вылезла. Нет, дело в том, что меня такие феномены всегда удивляют, когда сорта меняются сами по себе. Так, была мельба. Мельбу я узнаю очень легко. Сейчас я вам скажу, мельба это или нет. Была мельба. А, была. А вот спирили, видите, спирили. И вот молодые поросли. И именно год через два. И они стали плодоносить на второй год. Вы знаете, а ведь это, почки, крона и ветки, это мельба. Она красноватая у них. Все, чистая мельба. Ну, я от мельбы-то знаю. А плодов не осталось посмотреть. Покажите еще раз руками. Ой, такие здоровые. Ой, ой, ой. Часто слово, богатырь. Людмила, можно я вас обниму? Правда, дело в том, что это. Мне так надо к вам теперь осенью попасть. А вы знаете, вот эта усадьба, тетя Светина. Вы ее, наверное, знаете. Кого? Олешева. Тетя Свет. Олешева? Не Олешевская? Олешева. Олешева. Нет, так, ну, Свету Свету Свету. И что она? Ну, вот она занимается садоводом. А, понятно. Не, мне интересует это. Раз там такие огромные яблоки. И вот это от ее все. Я теперь с вами дружить буду, ладно? Ладно. Все, ну, теперь до осени. Вы извините, что я ворвался. Получилось, что... А, наверное, Турсон попросит веточки, да? Ну, да, ну, я-то думала. Ну, ради науки-то можно резать. Ну, я тоже, я сегодня резал. Но это только ради науки. А вот так вот просто резать на дрова? Нет, нельзя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!